Всем привет! У меня есть старый системный блок. Здесь у нас Windows XP установлено. И здесь есть небольшая проблема, заключающаяся в том, что не работает клавиатура и мышь, подключенные к USB-портам. То есть работают только те, которые мы вставляем в PS2. Только те работают устройства. По USB, как видим, никакой реакции вообще нет. Так, хотелось бы, конечно, эту проблему решить, потому что здесь некоторые манипуляции нужно выполнить. Поэтому сейчас покажу, что можно сделать. Итак, ребят, вот включили BIOS. Кстати говоря, это вообще вся инструкция актуальна, если у вас клавиатура и мышь работают при старте компьютера. То есть эта настройка, эта инструкция не актуальна. Если у вас вообще клавиатура не запускается, мышка не запускается, то, вероятно, здесь проблема может быть и механическая, может проблема в USB-портах, может проблема в клавиатуре. То есть, чтобы не было таких комментариев, я сразу же обозначаю проблему. Проблема только в том, что клавиатура запускается изначально, а потом перестает работать. Ладно, перейдем к делу. Значит, у нас CMOS Setup Utility, вот такой BIOS старый. Находим здесь вот такую настройку. Она может, кстати, варьироваться, может как-то звучать по-другому. Нас интересует, чтобы были ключевые слова USB-кейтборд-суппорт и USB-моус-суппорт. Что-то такое. Ищите в своем BIOS, где у вас находится. И здесь, как видите, я уже включил. Здесь они были выключены. Включаем, сохраняем настройки. И проверяем. По идее, клавиатура и мышь должны заработать. Если же при загрузке операционной системы клавиатура и мышь все равно не работает, то попробуйте найти все-таки клавиатуру и мышь старую, которая подключается к PS2 разъему. И затем можно будет попробовать совершить следующую настройку. Настройку электропитания. Заходите в панель управления, находите пункт электропитания. В электропитании находите включенную у вас схему электропитания. Находите здесь пункт временное отключение USB-портов. И здесь выставляете пункт запрещено. То есть не нужно их временно отключать. Вот такая вот история.